Пенза-концерт – ведущая концертная площадка Пензенской области, построенная в 2013 году к 350-летию города Пензы. Три концертных зала на 1600, 750 и 200 зрительских мест. На протяжении шести лет здесь еженедельно проводятся десятки мероприятий для сотен и тысяч зрителей. Концертные программы с участием местных творческих коллективов, зрелищные шоу популярных артистов эстрады, кинопоказы художественных и мультипликационных фильмов, торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам и знаковым датам в истории страны и сурского края, всероссийские акции, творческие фестивали, культурные и просветительские форумы, экскурсии и церемонии бракосочетаний. Все эти годы жизнь в Пенза-концерте не замирала ни на один день. Но в конце марта 2020 года двери учреждения культуры впервые закрылись для зрителя. Из-за охватившей весь мир коронавирусной пандемии все массовые зрелищные мероприятия были отменены, а творческие коллективы отправлены на режим самоизоляции. Но опустили лишь здания киноконцертного зала и филармонии. Само искусство вырвалось за пределы стен, и Пенза-концерт переключился на работу в режиме онлайн. Прежде всего мы обратились к богатому архивному видеоматериалу, накопленному за годы работы. С конца марта ежедневно под рубрикой «Из архива Пенза-концерта» в социальных сетях и на официальном сайте учреждения культуры публикуются фрагменты или полные версии концертных программ разных лет, чтобы зрители могли вспомнить самые яркие страницы из истории Пенза-концерта. За это время опубликовано свыше ста архивных записей. Самоизоляция – не повод прекращать творчество, решили артисты Пенза-концерта и активно включились в онлайн-работу. В надежде на скорую встречу со зрителем, они в домашних условиях продолжили репетиции, видеофрагментами которых стали делиться в наших социальных сетях. Одно за другим видео стали публиковаться под рубрикой «Репетируем дома». За время самоизоляции сделано около 150 таких публикаций, число просмотров которых составило более 155 тысяч. Наши подписчики тепло приняли домашние видеоартистов, стали поступать заявки на исполнение конкретных песен и инструментальных композиций. Так появилась рубрика «По вашим просьбам». В год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне мы посвятили ее военной теме, чтобы в преддверии Дня Победы эта великая музыка, героическая и одновременно очень трогательная, звучала как можно чаще. Когда-нибудь мы встанем в это и не поверимся самим, а нынче нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. За полтора месяца артисты пенсоконцерта выполнили более 50 музыкальных пожеланий наших зрителей, за что получили искренние слова благодарности и восхищения. Общее число просмотров превысило 65 тысяч. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. 75-летию Великой Победы пенсоконцерт уделил особое внимание в своей онлайн-деятельности. Под рубрикой «Поем песни военных лет» публиковались видео в поддержку инициативы губернатора Пентинской области Ивана Белозерцева, с которой он выступил в преддверии этой знаковой даты и предложил всем желающим делиться в социальных сетях роликами с исполнением военных песен. В рамках рубрики «Артисты пенсоконцерта» исполнили 50 песен военных лет, которые в наших соцсетях смогли услышать 46 тысяч подписчиков. Пензоконцерт поддержал и инициативу полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, приняв участие в акции «Наш День Победы». С 24 апреля ежедневно в наших соцсетях и на официальном сайте транслировались ролики из каждого региона ПФО. Знаменитая песня «День Победы» Давида Духманова и Владимира Харитонова объединила в масштабный песенный марафон каждый субъект Поволжья. А 5 мая главная песня «Победы» зазвучала в исполнении губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского. Я Владимир Каширский. И я из Пензы. В «День Победы» Пенза-концерт запустил трехчасовой песенный марафон из онлайн-выступлений наших артистов. Песни и мелодии военных лет звучали весь день. А в 19.01 после общероссийской минуты молчания артисты присоединились к акции «Окно Победы» и вместе со всей страной исполнили главную песню этого великого праздника. День Победы, как он был от нас далек, как до стрепа душа таял уголек. Были версты, обгорелые пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах, это праздник с сединою на вестах. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Кроме Дня Победы, Пенза-концерт не обошел вниманием и другие значимые даты и праздники. В День славянской письменности и культуры, продолжая многолетнюю традицию проведения песенного марафона о песне в России на все времена, академический хор губернаторской симфонической капеллы в режиме онлайн исполнил гимн равноапостольным Кириллу и Мефодию. Просветитель наш Кирилл святой К брату Мефодию у столы Петровой Так вещал он, смерть приять готовый В День окружающей среды артисты Пенза-концерта исполняли песни и инструментальные композиции, посвященные красоте природы, с призывом бережного к ней отношения. Как воспеть эту землю под высокими зорями С песней белого севера, с небом юга лазоревый В День русского литературного языка, он же День рождения Александра Сергеевича Пушкина, артисты Пенза-концерта исполняли известные музыкальные произведения на стихи великого поэта. В День социального работника наши артисты Участие в онлайн-концерте благодарю на интернет-платформе Zoom. Мы желаем счастья вам И оно должно быть таким Когда ты счастлив сам Счастьем поделись другим И, конечно, совершенно особую онлайн-программу Пенза-концерт подготовил к главному государственному празднику страны Дню России В День России на онлайн-пространстве Пенза-концерта Не смолкали песни о большой и малой родине В рамках празднования Дня медицинского работника И с целью выражения благодарности медикам за их важный труд Пенза-концерт в онлайн-формате присоединился к региональной акции Под единым хэштегом Медики-герои Пенза И дыхание станет ровней И страдания отступят куда-то Лишь нагнуться к постели твоей Люди в белых колонах В День памяти и скорби Пенза-концерт провел масштабный марафон Поклонимся великим тем годам Из онлайн-выступлений артистов Подготовленных в год памяти и славы Просыпаемся мы И грохочет над полночью То ли краса То ли эхо Прошедшей войны В соцсетях и на портале Культура и РФ Прошла онлайн-трансляция музыкального спектакля Только очень жди По пьесе Константина Симонова Жди меня 24 июня В день 75-летия Проведения исторического парада Войск Красной Армии В честь победы Советского Союза В Великой Отечественной войне Артисты Пенза-концерта Приняли участие в акции Песни и стихи Парад победителей Парад победы Это знамя Что над Берлином вознеслось В душе у многих Это пламя Которое и тогда зажглось Особенно насыщенным стал День защиты детей К которому Пенза-концерт Подготовил увлекательный марафон В гостях у сказки Музыкальные театральные представления Транслировались в наших соцсетях А также на всероссийской интернет-платформе Портале Культура и РФ Целый день для маленьких зрителей Артисты читали стихи Пели песни Рассказывали сказки Он опять кричит Котик-братик Несет меня леса За темные леса За крутые горы В глубокие норы Творческое общение с детской аудиторией Всегда занимало особое место В деятельности Пенза-концерта В период самоизоляции Наши артисты продолжили работу В этом направлении Специально для юных зрителей Была придумана рубрика Веселые нотки В рамках которой опубликовано Видео с детскими песнями Сказками и стихами В исполнении наших артистов Количество просмотров Более 38 тысяч Каждую субботу Рубрика выходит в рамках Регионального проекта Культурная суббота Еще одна популярная рубрика На онлайн пространстве Пенза-концерта День из музыкального календаря В рамках которой мы рассказываем О знаковых событиях Из истории музыки Дни рождения И дни памяти Известных композиторов Поэтов Музыкантов Премьеры знаменитых произведений И другие знаковые даты Как например День основания Пензенской фабрики пианино С момента запуска рубрики Опубликовано более 150 материалов Каждый из которых Сопровождается музыкальным видео В исполнении артистов Пенза-концерта Общее число просмотров видео Под этой музыкально-просветительской рубрикой Превысило 77 тысяч Ты сквозь года Ты сквозь года Летишь за мной Как будто ангел Загорелый за спиной Верь мне музыку Без музыки Тоска Мы расстались Но осталась Наша музыка Чтобы расширить культурные границы Пенза-концерт запустил рубрику Всероссийский виртуальный концертный зал Домашние сезоны Уникальный проект Министерства культур России Дает возможность увидеть и услышать Лучшие выступления Российских и зарубежных исполнителей Из ведущих концертных учреждений страны В рамках Всероссийского месячника Антинаркотической направленности Который проходит по всей стране С 26 мая по 26 июня Пенза-концерт запустил рубрику «Музыка против наркотиков» Цель которой Посредством музыки Выразить свой призыв К молодому поколению Сделать выбор В пользу творчества И здорового образа жизни С наступлением лета Пенза-концерт предложил еще две рубрики Для своих онлайн-зрителей «Музыкальное лето» В рамках которой представители Творческих коллективов Исполняют лучшие номера Из своего репертуара И поем всей семьей Здесь артисты выступают Со своими домочадцами Кроме специальных рубрик Артистами пенза-концерта Регулярно проводятся Живые онлайн-концерты На своих аккаунтах В социальных сетях Идет над нами белые снега Листики дворские влечные Парушана Так часто не хватает мне тебя Так как тебя мне часто не хватает Мы благодарны всем нашим зрителям За преданность За внимание к нашей онлайн-деятельности За просмотр каждого видео наших артистов Которые так соскучились по живому общению И рады хотя бы так посредством интернета Быть ближе к вам, наши дорогие зрители Несмотря на сложившиеся условия Пенза-концерт старается дарить вам свое творчество И заряжать вас хорошим настроением Мы продолжаем работать в онлайн-режиме Но очень надеемся на скорейшую встречу с вами Дорогие зрители Но уже в концертных залах Государственного автономного учреждения культуры Пенза-концерт Десятки рубрик Около тысячи публикаций И полмиллиона просмотров Мы делаем все для того Чтобы быть ближе к зрителю Пока встреча в наших концертных залах Не представляется возможной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok